Бокер Тов, доброе утро! Мы начинаем наш первый урок в понедельной главе Торы ЦАВ. Мы смотрим книгу Сефархахенух и узнаем у нас в этой главе 18 заповедей. 9 предписаний и столько же запретов. Первая заповедь, о которой идет речь, это пепел. Написано, что огонь на жертвеннике должен гореть до утра. И оденет Коин рубаху из льна, или на штаны оденет тело свое. И будет убирать пепел. Как это происходило? У Коина есть одежда, в которых он служит. И есть одежды, в которых он убирает пепел. Перед тем, как убрать пепел жертвенника, Коин должен омыться, в миг пусть ходить. После этого он подходит к умывальнику, который расположен между шатром откровения и жертвенником. И омывает руки, свои ноги. После этого берет специальный серебряный совок, который находился рядом с жертвенником. Там было место крепления для пандуса, там было крепление, куда вставлялся этот совок. И Коин поднимался по пандусу к огню жертвенника, разгребал угли и собирал весь пепел, который образовался за этот день. После этого Коин подходил к месту выброса пепла и туда высыпал, специальная емкость была, пишут наши мудрецы, где-то 122 литра она была размером. Туда высыпал он пепел. В будние дни это совершалось прямо на рассвете. В праздничные дни, после полуночи, в общем, это мы можем детально учить в другой раз. Не в этом коротком уроке. В этом же месте, юго-восточной части жертвенника, высыпались и те виды золы, которые остались от миноры и от маленького золотого жертвенника. Тоже Коины это собирание. И самое интересное, что только Коины, левиты, которые помогали в храме, казалось бы, пепел убрать нет. Когда наполнялась эта емкость пеплом, в тот день выносили эту емкость за стан. Там чистое место. Это место выброса пепла. И это место не просто только выброса пепла. Там сжигали и жертву, допустим, жертву первого священника грекоочистительную. И там сжигали и жертву сангидрина грекоочистительную, если ошибка совершена, или с первого священником, или сангидрином. И написано, что жертвы, кровь которых внесена в святилище, кровь их внесена в святилище, то сжигается на огне вне стана. Вот в этом месте выброса пепла. Это специальная служба и очень важна здесь каждая деталь. Как и все, что в храме происходит, если мы детально изучаем вот такие вот вещи, то Всевышний приведет мир. Мы на это очень надеемся и просим его, чтобы он остановил ту кровавопролитную войну, чтобы это все закончилось и несчастье, которое сейчас происходит. Урок был дан за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира Григория, моего брата Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бот Клара, Анна бот Ривка, Полина Петл бот Соня Сура, Женя бот Ида, Лена бот Клара, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бот Ита, Искок Шимон бен Бейла Мотел, Фира бот Анна, Гитл бот Мириам. За хороший дух Арон Арье бен Двойра, Денис бен Нахун. Всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.